Мы просили Господа Бога помочь нам переиздать Новый Завет Трехкомник, Столкование Блаженного Трехфилакта. А издали еще и Писнем Православии. Переиздали два года в душу. Это мои книги, четыре книги, называется «Проповеди в стихах». Это впервые в мире. Тысячи стихотворений и все проповеди. Эфиграф из Библии. Я не знаю здесь сколько, 76 или сколько страниц, 3 фотографий. Иногда стихотворения бывают так. Каждая строчка указана, откуда мысль взята из Библии. Есть. Есть, да? Так. За отважность, за труд. Встань сюда. Как вы еще? Николай Николаевич. Николай Николаевич? Ну вот смотрите, что. «Проповеди в стихах». Том первый. Держите. «Проповеди в стихах». Том второй. Тут видно, что второй. 880 страниц. Общая стоимость 8800. Это бесплатно, за труды его. Третий том. Первый. Это как флаг красный, синий. Труды белые. Царство небесное. Третий. «Проповеди в стихах». Вот здесь веревочки дадим. Все себе переплаты. И четвертый, последний, «Проповеди в стихах». Вот она. Тут и так видели. Книга четвертая. Вот она начинается. Все горит. Книги останутся. Они в центральных библиотеках мира находятся. Не эти. А «Перед 38 томов» у меня вышло. Эти книги сразу отнесли. Это была библиотека Ленина в Москве. Сейчас она называется «Центральная библиотека Российской Федерации». Дальше депутатского корпуса и историческое. В три библиотеки. Они записаны. Мне прислали бумагу. Ну и алтайская шишковка. Сердечно благодарю город за работу. Спасибо, Христос. Пока где-то берите там бумагу, потом завернуть. Ну здесь так. То есть мы без внимания не оставляем ничего. Вот сейчас готовится у нас к изданию. Проповеди во свете Святой Библии. Формат маленько побольше будет. Выше. Тут 800 страниц. Видите, как она книга выглядит ламинированная. Те будут 1320. Семитомник. Даже вообразить это нельзя. Вообще. Чтобы книги где-то хранить половину, я заказал контейнер купили. Как его поднимали. Через провода. Они сколько там? 40 с чем-то метров. 44 метра, кажется, поднимают. И огромные, огромные. Это было 12. Еще 20 сантиметров. Обошлось, конечно, дорого. 200 тысяч. Но того стоит. Где хранить? По милости Божьей. Половину груза оставляем в дороге где-то, чтобы ближе было. Когда мы проехали на вот этой газели, проехали до Барнула, до Владивостока, порт Находка. Вернулись. По 4 тонны закинули в разные места. И проехали всю Европу, все государства. Скандинавию, Прибалки, Косевер, Турция. Это не умирает. Даже самые ненавистные люди, которые ненавидят, они ничего не могут делать. В Дании был. Там сразу сказали. Сегодня же книги будут в Королевской библиотеке. Это что-то стоит. Дальше. О книгах, где написано, мы в посольстве Великобритании. Это Бог делает. Я себе ничего не приписываю. Это огромнейший материал. Притом он отвечает на тысячи вопросов. Я не знал, что там еще заложено. Моя рука писала. Вот это все пишется с чистого листа. И ни одной по марке стихотворения не думаю. Каждое стихотворение 36 строчек. То есть 9 куплетов. Как это? Ну, сказал, а у меня голова болит. Стихотворение есть. Окно. Про окно. Гости приехали. Про гости. Но все направлено кверху. Эти книги переживут нас с вами. У них одно качество. Я заметил его до конца, когда был у митрополита. Я подарил ему. Хочу ему дальше сказать. Он меня вижу и не слышит. Почему? Начиная считать, человек туда так углубляется. Там такая тайна записана. Третья попытка такая люди доходят до этого. Вот малое маленькое стихотворение. Святая Русь. Слышали? Святая Русь. Когда была святая? Обычно хвалят ее. Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга. До порта Артура, Оску, островов. Все подгребли. Саму тайгу и вьюгу. Расплодили нехристи, воров. Кто хуже нас сокровища земные, транжиры сжет и грубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне, привалкики татарам и Чечне. В наши земли вожделения, зависть облизывая, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир. Там добровольцев запись у нас отнять за счастье каждый раз. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполнили веренную нам, не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам. От коммунистической заразы и химеры. Один куплет спрашивает, а про женщин писали? Я говорю, писал. Ну и так они поются, Кабащев-то напел. Я женщинам всем благодарен и в досталь, Которыми мимо меня, не заметив, прошли. Взгинули лишь косы, змеей струили щекосы. Занозой мне их не вошел, и ничего того расширить. И последний куплет что? Вокруг чистые сестры на шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом неисточен, по-прежнему острый. И все это под музыкой играет. Я просто показать, это все здесь есть. Видите, какая тишина у нас нормальная. У вас будет совсем другой выход, когда выйдете отсюда. Примерно, как благодарность. То, что ты кричишь, делаешь себя хуже. Мы тебя будем все время водой поливать. Потом примемся за заднюю часть, так как ниже пояса. И ты увидишь, как это будет. Ни на шаг, никуда. Это дядя, посмотрите, кто вас держит. Посмотри, на него погляди. Я говорю, повернись на него, погляди. На него, это не руки, вот лицо его, посмотри, борода. Он сейчас главный для тебя, ни мама, ни папа. Так, покажи себя. Разверни его. Разверни, не разговаривай. Где он из воды. Погарнуть голову даже не хочешь. Не смотри. Он уже... Все. Опять принял. Так, тихо. Мы сейчас в улице пойдем. Там воды очень много. Видите, какое у нас богато утро сегодня. Так. Не давать обидеться. Постичьи все. Ну и до завтрашнего дня. И может быть вечером. Немного совсем. Отдельно вам покажут, где быть. Отдельно, в другом месте. Они на низу, вы и вышли на низу. Так. Ты с ними пойдешь ночевать. Так, ночевать пойдешь сюда с ними. Маленько друг от друга на низу. Там разделенного, так вот, а там. Мы тут 16 мест. 16 мужчин могут быть. Они у вас рядом. Будут. Ну и по второму, там все вещи, сам, днятра. Все будет по-другому. Вопросы? Они крещеные? Обнимание. Они не крещеные. Ну не крещеные. Все ж. Это дело на декорах. Какое крещение тут? Бесок не крещен. Даже если человек одержимый, при счастье не дается. Только письме. Я спрашиваю вопросы есть? Давай. Можно старшим девочкам одним ходить на качелю? Вот этим большим. На качелю. Сколько? Десять и восемь. Двое? Да. Нет, не разрешается. Тут люди ездят посторонние. И чтобы ее отдельно дернуть, он ко дверку открыл, и все, и мы даже не будем глянуть. Ни на шаг, никуда. Здесь только быть. Ну а если куда-то, мама, чтобы была рядом. Вот он сидит у нас. Смотри какой. Он там все... Это Ездор звать. Ездор это главный герой Библии в Ветхом Завете, за которым ни одного промаха нет. Это он собрал книги Ветхого Завета в одно место. Благодаря Ездоре у царя выпросил освободить из плена весь еврейский народ. Восстановил стены. Ну что там можно было. И устоили всемирный развод. Они там женились, значит, иностранка. Ну а теперь обозы потекли обратно. Это Ездора. У Давида там смертные грехи за ним были. У Ездоры ни одного его замещания нет. И вот в честь его крестили. Вот, что-то там теребец сидит. Хлеб. Тоже как сверчок начинает кричать, и другой вот это Ессевия звать. На поводу никогда не едите. Но если ничего нету, значит, пока вот это видишь, на время-то я тебя взял. Как забыто. Ну ладно, сегодня отменяется твоя работа у меня. С ним побудьте. Обуйтесь. Помогите им. И туда сама снимать сходи. Так. Кто пойдет покажет, где это? Валди, вот ты. Ты сама не отвезешь? Я сейчас погружу их вещи, я отвезу и туда покажу. Вещи ищи. И? Их туда им еще не надо. Они где-то вещи, что были, может быть, у вас. Где они, там вещи не надо. Одевай. Ты моего запоминай, как идет. Он целый, не подреженый. А вы сейчас